Вчера Свердловский областной суд устами судьи Павла Неретина провозгласил приговор, согласно которому на довольно роскошные отрезки времени рассажены по строгим колониям члены банды деревенских душегубов. Впрочем, строго говоря, в юридическом смысле они на банду не тянут, и 209-я статья в приговоре ни у кого из троицы не отражается, так что можно просто считать их шайкой алкоголиков со склонностью к убийствам на разных почвах, возникающих исключительно во время распития, а не по заказу. Два эпизода, обернувшиеся тремя трупами на троих, имели место летом прошлого года в верхних серьгах, что под нижними серьгами. 20-летний тогда Александр Щербаков участвовал в обоих, а два его соседа по скамье подсудимых ассистировали ему по одному разу, хотя ничуть не менее риена. Сначала в субботу 13-го, в июле 2019-го, Щербаков с 25-летним Евгением Липустиным отмечал что-то в одной из квартир дома номер 4 по улице Победы в компании гражданки Округиной и ныне покойного Соловьева. Последний имел фатальную неосторожность по пьянке разругаться со Щербаковым, а потом и разодраться, но был предательски атакован с тылу. Липустин крестовой отверткой не менее пяти раз ударил его в спину, а в это время Щербаков нашел консервный нож и как минимум девять раз им вскрыл супостату Черепушку. От этих ранений в тот же день Соловьев умер в больнице. По каким-то причинам его убийц по горячим следам отловить не удалось, и в результате почти точь-в-точь история повторилась спустя месяц с небольшим. Немецкий философ Карл Маркс как-то приписал немецкому философу Георгу Гегелю мысль о том, что история, случившаяся в виде трагедии, часто повторяется в виде фарса. Тут же все было наоборот. Повторившаяся история стоила уже двух жизней. 28 августа все того же 2019-го все тот же Александр Щербаков в тех же верхних сергах бухал в гостях. На этот раз с ним был 24-летний Дмитрий Хамитов. Ну а принимали их в частной избе на улице Мира хозяин Сафронов и его сожительница Дайбова. Оба ныне покойные. Критическим стал момент, когда хозяин обнаружил, что его любимая и Щербаков с перепоя вырубились на одном диване. Сафронов, обуреваемый ревностью, разбудил Щербакова, хотя, говорят, не буди лихо, пока спит тихо. Или хадеи взялись за дело. Когда Дайбова пыталась разнять дерущихся, Хамитов выдернул ее за руку, повалил и стал душить, сидя на ней сверху. Та сбросила его, но он наступил ей на горло ногой, и вскоре женщина отключилась, потеряв сознание. В это время Щербаков, терпящий бедствие в драке, попросил Хамитова подыскать что-нибудь ему в качестве оружия. Тот бросил ему на пол под ноги нож, а сам схватил сзади и держал за руки его противника, пока дружок бил его ножом. В грудь трижды, в результате чего лезвие сломалось. Тогда Хамитов своим ножом сзади ударил в шею и добился Фронова. Труп уложили на диван и подожгли его. Подожгли также ковер, на котором лежала женщина, которую души губы ошибочно посчитали мертвой, а на самом деле она лишь потеряла сознание. Убедившись, что огонь уверенно разгорается, и пожар наверняка скроет двойное убийство, оба сбежали. А дело-то было средь бела дня, и соседи сразу увидели дым. В итоге дом потушили, не дав ему сгореть. Однако хэппи-энда хотя бы для женщины не случилось. Она все же погибла от отравления угарным газом. Именно поэтому Дмитрию Хамитову зачтено не двойное убийство, а убийство и покушение на убийство. И покушение на поджог. За все это, частично сложив наказание Свердловский областной суд, вчера назначил ему 16 лет в колонии строгого режима. Тот же поджог и убийство Соловьева и Сафронова стоили Александру Щербакову 18 лет лишения свободы. И, наконец, Евгений Липустин за убийство группой лиц сел на 13 лет тоже на строгий режим. Всем троим после отбытия основного наказания назначено еще по два года ограничения свободы. Субтитры создавал DimaTorzok